Депутат Московской областной думы Владимир Жук встретился с представителями трудовых коллективов из сферы культуры, образования и спорта. Сейчас мы делаем новую программу на следующий, 21-26 год. Жители нескольких домов деревни Дроздова не могут подъехать к своим земельным участкам. 10-го числа днем мы ездили нормально, пускали, вечером уже не пустили. В центре Веры прошел первый мастер-класс по созданию кукол, которым вскоре предстоит выступать на сцене. Технология очень простая. Здесь, во-первых, простые материалы используются. Депутат Московской областной думы Владимир Жук в ходе рабочего визита встретился с работниками культуры, образования и спорта бюджетных учреждений Ленинского городского округа. Встреча в Видномском дворце культуры началась с рассказа Владимира Жука о том, чего удалось добиться за пять лет его деятельности в качестве депутата. Все это было сделано и обещания, которые были даны, они были не пустые. Но означает ли это, что теперь уже все? Конечно же нет. За это время, за пять лет собралось столько задач, столько вызовов новых, столько изменений в жизни, что сейчас мы делаем новую программу на следующий 21-26 год. Владимир Жук рассказал, что подобные встречи с трудовыми коллективами и жителями Подмосковья помогут сформировать эту программу максимально эффективно, так как люди на местах, как никто другой, знают о нуждах и проблемах своего округа. Первым взял слово начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту Моисей Шамаилов, который предложил больше времени уделять развитию социальной инфраструктуры в новых микрорайонах. Должно закладываться каким-то образом в каких-то нормативных документах на уровне правительства Московской области и областной думы, чтобы в микрорайонах появлялись мини-комплексы. То есть учреждения здравоохранения и образования, да, это важно, это составляющая жизни. Можно в конце концов от всего отказаться, но это должно быть. Директор Центра культуры и досуга Ладыгина Надежда Стрибкова призвала обратить внимание на состояние объектов образования и спорта в отдаленных поселениях муниципалитета, в частности в поселке Володарского. У нас школы искусств, у нас все приспособлено, при строечках каких-то, понимаете? Все поднятые на встречи вопросы и проблемы депутат Владимир Жук обещал рассмотреть и по возможности принять меры. Сотрудники госавтоинспекции Ленинского городского округа провели профилактический рейд под названием «Мобильник». Статистика аварийности на дорогах наглядно демонстрирует, что использование телефона за рулем увеличивает риск ДТП в 4 раза. В ходе проверки выяснилось, что каждый третий водитель ездит с нарушениями. Подробности в репортаже Галины Житковой. С каждым днем автолюбителей на дороге становится все больше. Несколько машин в семье – это обычная практика для жителей современного города. Большая загруженность трассы приводит к многокилометровым заторам. Многие вопросы, требующие быстрого ответа, водители пытаются решить во время движения. Такая разминка для мозга заканчивается порой печальными последствиями. Как только человек отвлекается от дороги, есть вероятность и шанс, что он может попасть в ДТП. Как в мелкое ДТП, где пострадают только транспортные средства, но также и в тяжелые, где могут пострадать и люди. Опытные водители знают, как важна концентрация на дороге. Не случайно в обиход автолюбителей прочно вошла поговорка «не ты, так тебя». Как бы неаккуратно и по всем правилам ты не передвигался, любой участник дорожного движения может нарушить этот процесс. Каждый третий водитель находится за рулем и разговаривает по мобильному телефону во время движения транспортного средства. Наказание предусмотрено административным кодексом Российской Федерации и влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей. В ходе проведения профилактического рейда инспекторы ГИБДД доходчиво объяснили водителям, почему нельзя пользоваться любыми современными мобильными устройствами во время движения или маневрирования. Оказывается, отвлечение на одну секунду за рулем при скорости 60 км в час – это 16 метров езды слепую. За рулем по телефону не разговариваю. Если необходимость возникла, то останавливаюсь и провожу разговор. Современная автомагистраль – это далеко не самое удобное место, где можно позволить себе отвлечься даже на мгновение. Слишком дорогой ценой будет оплачен этот миг не только для нарушителя, но и для всех участников дорожного движения. Галина Житкова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Несколько жителей деревни Дроздова не могут подъехать к своим земельным участкам и домам при въезде на дорогу, которая ведет к их недвижимому имуществу. На улице расположен пункт охраны и шлагбаум. На протяжении нескольких лет они спокойно проезжали мимо него, но несколько дней назад в проезде им было отказано. В размеренную жизнь семьи Тихоновых проблема пришла откуда не ждали. В предвкушении загородного отдыха они отправились в свой дом в деревне Дроздова, но путь им преградил охранник. Дорога находится в ведении ЗАУ совхоз имени Ленина, подконтрольного Павлу Грудинину. Товарищ, который охраняет, сообщил, что я вот до вас не пустил семью с инвалидом, они два часа ждали полицию и вас, соответственно, тоже не пущу. 50-го числа днем мы ездили нормально, пускали, вечером уже не пустили нас. Не объясняя ничего? Не объясняя, сказали, что распоряжение Грудинина такое, не пускать вас больше. Автомобиль Алексея Елены Тихоных, в котором, кстати говоря, и их малолетний ребенок, подъезжает к шлагбауму. Здесь их уже встречает охранник. По его словам, теперь здесь введен пропускной режим, и для проезда необходимо выписывать пропуск. Скажите конкретно, где можно, вот человек утверждает, что можно получить пропуск. Скажите, а где его можно получить? Совхоз имени Ленина, это администрация, совхоз имени Ленина. Я могу номер телефона. Он давал номер, но он мне отвечает. Но сейчас-то им нужно на свой земельный участок как-то проехать. Почему нельзя войти, скажем, в это положение и не пустить их? Это не моя собственность, я ее только заняю, по договору. Во время нашего диалога подъезжают другие автомобили. Прямо за шлагбаумом арендуют здание несколько строительных фирм. Туда водители проехать могут без проблем. Мне нужно в Гранд Текстиль какой-то заехать. Как призываться теперь? Гранд Текстиль, опт. Приезжайте, мы обратно. Призывы к охраннику пропустить автомобиль местных жителей действия не возымели. Отъезжаем, чтобы не мешать остальным участникам движения. Честно пробуем позвонить по номеру администрации ЗАО «Совхоз» имени Ленина, который дал представитель охранной фирмы. Пробуем дозвониться. ЗАО «Совхоз» Хотите, можете у него спросить номер? Может он вам в очередной раз с дорогой, по которому можно позвонить? Да, ну как видно, в общем, номер, который нам дал охранник, не работает, да? И такой, как... Он не отвечает никогда, постоянно. Никогда он не отвечает. Один из жителей, который также не может подъехать к своему участку, не поленился и съездил в администрацию ЗАО «Совхоз» имени Ленина. Но и эта поездка оказалась безуспешной. Обращался туда, где выдают пропуска. Там сказали, они не имеют права. Почему? Потому что это земля частная. Совхозу принадлежит, мы по ней не можем ездить, не дают нам права такого. Мы не арендаторы, мы живем, как говорится, в поселке. И почему-то конкретно что-то объяснить они нам не могут. Сказали, что не дадут нам пропуск, и все. Грубо говоря, практически без обоснования. ЗАО «Совхоз» имени Ленина в последнее время постоянно мелькает в сводках новостей, но не в качестве производителя земляники. Разрушение дороги в развилке, уничтожение совхозного дома культуры, отключение воды в деревне Слобода. И вот новая проблема для рядовых жителей, ставших заложниками амбиций Павла Грудинина. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Что необходимо артисту? Не образование или выученный текст роли, а лишь капроновые колготки, синтепон, иголка и нитки. В центре «Вера» прошел первый мастер-класс по созданию кукол, которым вскоре предстоит выступать на сцене. В программу активное долголетие входит немало направлений. Физкультура, компьютерная грамотность, красота и здоровье. Большой популярностью пользуются и творческие активности. Мастер-классы, естественно, добавляют жизни всем нашим получателям услуг. Все-таки это получатели старшего поколения. Для них очень важна коммуникация, очень важно общение и совместная деятельность любого характера. Поэтому мы сейчас готовимся к организации кукольного театра и запустили серию мастер-классов по изготовлению кукол, которые будут нашими артистами. Во время занятий мастерицы не только весело проводят время, но и тренируют мелкую моторику. Такие упражнения учат концентрации и развивают мышление. Создавать будущего артиста занятие увлекательное. И, что интересно, достаточно простое. Если хорошо слушать, то можно с первого раза все сделать, потому что технология очень простая. Здесь, во-первых, простые материалы используются. То есть не нужно как-то особенно готовиться. Это нужно просто взять чулок какой-то, можно взять старые колготки, можно где-то найти синтепон, можно вату также использовать. В принципе, это все, что нужно. Берешь в руки нитку, иголку и начинаешь формировать лицо будущего актера. Для Валентины Малкиной это первая кукла, сделанная своими руками. В создании игрушки ей помогали другие участницы мастер-класса. Бездружной атмосферы и хорошего настроения ничего бы не вышло, признается Валентина Григорьевна. Ну, для театра послужить почему бы и нет. Раз в молодости артисткой не стало, то хотя бы в свое свободное время отдать театру. И то хорошо. Занятия по изготовлению кукол из капрона планируется проводить дважды в неделю. Увидеть игрушечных артистов в деле можно будет уже к концу августа. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Битное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.